История человеческой глупости. Евгений, расскажите нам, пожалуйста, что вы нам готовите? О человеческой глупости что? Не, ну что я вам готовлю? То, что человеческая глупость вам уже приготовила все и преподнесла. Мы можем теперь только разбирать завалы. А действительно, я подумал над темой, вот какая лекция, тема лекции сейчас была бы совершенно актуальна, необходима обществу, государству, так сказать, потому что я же патриот, понимаете. И вот в этой связи я подумал о глупости и маразме. Я считаю, что сейчас тема глупости и маразма, так сказать, в историческом плане, она доминирующая, и мы должны ее понимать. Должны понимать биологические ее причины, предпосылки, должны понимать исторические примеры, общественные, политические, исторических фигур и так далее. То есть, вот всесторонне исследовать маразм. Тема бесконечная, тема животрепещущая, касающаяся многих. Вот. И я думаю, что, конечно, она должна привлечь как-то, понимаете, привлечь. Особенно, я думаю, что помимо приличных людей, изучающих антропологию, историю, я себе представляю, как там же зарегистрируются и те, кто следят, и там доносчики, и с блокнотом. Доносчики будут смотреть лекцию о глупости и маразме с блокнотом и конспектировать, значит, всю анатомию себя же. Я считаю, что это очень важно. Но самое важное все-таки фактура, потому что так все хорошо звучит, но исторически были яркие глупцы, яркие маразматики с властью, без власти, маразмы общественного свойства, так сказать, национального, группового, такого классового, профессионального, какого угодно. И вот этой широкой теме я посвящаю следующей лекции, поэтому я всех вас жду. Потому что вы должны быть вооружены, вы должны понимать, что вы живете среди маразматиков, и вы должны понять, кто такой маразматик, как он себя ведет, как с ним надо вести, как врачи психбольницы, как и аккуратно, с одной стороны, чтобы отыметь маразматика и глупца, а как отвечать глупцам. Спорить с глупцом не нужно, но отыметь-то можно без всякого спора. Вот этому всему будет посвящена лекция. Плюс, конечно, некоторые будут инсайды, вот тоже как бы из центра тому, кому посвящена лекция. И я думаю, что это просто обязательно к прослушиванию. Просто обязательно, потому что вот мы живем среди них, и надо, как бы предупрежден, значит защищен. Это очень важная лекция. Так что я вас всех жду, регистрируйтесь, потому что там ребята, как всегда, повышение цены и прочее, они капиталисты, но это как бы моя позиция, но они уже это все очень прямо так схватили, работают.